Здравствуйте! Представляем вашему вниманию обзор рынка от AFC Markets. Доллар США уступил позицию своим основным конкурентам по итогам торгов на минувшей неделе. Индекс валюты упал на 1,9%. Среди лидеров роста европейские валюты. Швейцарский франк укрепился на 2,1%. Евро на 2%. Японская иена и канадский доллар прибавили 1,9% и 1,8% соответственно. Чуть скромнее выглядел британский фунт с результатом плюс 1,5%. А вот австралийский доллар не сумел воспользоваться слабостью американца, поднявшей всего на 0,1%. Переломным событием прошлой недели стало выступление главы ФРС Бена Бернанка и выхода протоколов юнского заседания комитета по открытым рынкам. Если коротко, участники заседания хотели бы увидеть более серьезное подтверждение улучшения состояния рынка труда для сокращения программ поддержки. Бернанке также подтвердил, что опасается увеземости рынка труда, поэтому в обозримом будущем будет действовать адаптивная денежно-кредитная политика. Реакция рынка была весьма существенной. В результате евро снова выше 1,30%, фунт выше 1,5%, доллар и иена ниже 100%, но надолго ли это все? На наш взгляд осторожность в высказываниях очень характерна для господина Бернанки, а тут не к чему удивляться. С фундаментальной точки зрения тренд на улучшение экономики США не вызывает сомнений, поэтому мы продолжаем верить в возможность сокращения программ выкупа облигаций осенью этого года и, соответственно, в среднесрочное укрепление доллара. Тем временем тревожные сигналы приходят из второй по величине экономики мира. Темпы роста ВВП Китая подтвердили поступление в среднюю слабую статистику по промышленному производству и внешней торговле. Во втором квартале ВВП вырос на 7,5% по сравнению с предыдущим значением 7,7%. На этой неделе во вторник мы также ждем июнских данных по инфляции из Великобритании, Еврозоны и США. В среду будут опубликованы прогнозы заседаний Банка Японии и Банка Англии, а вечером завершится заседание Банка Канады. Также председатель ФРС Бен Бернанке выступит с докладом перед парламентом. В пятницу начнется встреча 20-ки и выйдет статистика по инфляции в Канаде. Судя по последним данным Комиссии по торговле и футчерсам, участники срочного рынка продолжают удерживать чистые, короткие спекулятивные позиции по основным валютам против доллара США. Заметим, что позиционирование еще не учитывает речь Бернанке и протоколы июнского заседания ФРС, которые привели к обвалу доллара. Тем не менее, мы видим продолжающее возрастание значительного объема коротких позиций по японской иене, евро и австралийскому доллару. В целом, позиционирование выглядит в пользу американца, отчего не скажешь о краткосрочной технической картине. Индикаторы на прошлой неделе успели развернуться против доллара, но основные его конкуренты уже встретили сопротивление на технически значимых уровнях. Пара евро-доллар торгуется в районе 1,3050, ниже уровня Фибоначчи 50%. Для британского фунта ралли закончилось на уровне Фибоначчи 61,8%, ниже 1,52%. Пара доллара и иена не сумела закрепиться ниже отметки 98,50, где также расположен уровень Фибоначчи 61,8%. На наш взгляд, все говорит об исключительно спекулятивном падении доллара, слабость которого вряд ли задержится надолго. Стратегически это падение для нас означает возможность вновь занять длинные позиции по американской валюте. Спасибо за внимание, следите за нами каждый понедельник.